Приветствую, друзья! Я Виталий Портников. Представительница немецкого Министерства экономики заявила в интервью изданию Züdeutsche Zeitung, что турбина, возвращение которой так настойчиво требовала Россия от Германии, а Германия от Канады, это всего лишь повод, который объясняет прекращение поставок газа по трубопроводу Северный поток-1, так как турбина эта оказалась запасной в конструкции газопровода и таким образом никак не мешает продолжению поставок газа. Тем не менее, эти поставки прекращены якобы из-за планового ремонта, и сейчас в Европейском Союзе гадают, возобновит ли Российская Федерация поставки газа в том случае, если время ремонта истечет согласно тем обязательствам, которые взял на себя Газпром. Пока что европейским странам не удалось закачать в хранилище достаточное для их потребностей зимой количество газа. И если Россия прекратит поставки, то это будет означать серьезнейший удар по экономике не только Германии, но и других европейских стран. Повышение цен на горючую электроэнергию, повышение цен на все товары, снижение уровня жизни. Собственно, ровно то, чего и добивается Российская Федерация в своих отношениях с Европейским Союзом. И тут возникает очень простой вопрос. А зачем же тогда России необходимо было требовать возвращения пресловутой турбины, если можно было просто так, без всякого повода закрыть трубопровод Северный поток-1 на ремонт? Почему требовалось лгать и утверждать, что без возвращения турбины Российская Федерация не сможет возобновить поставки газа? А для того, чтобы создать желательный прецедент. Ведь возвращение Канады и турбины Германии – это отступление от санкций против Российской Федерации. Очередное отступление. Потому что трактовка санкций против России, когда речь идет о транзите с основной территории Российской Федерации в Калининградскую область Российской Федерации, это тоже отступление от санкционного режима. Кремль старается создать как можно больше таких прецедентов, чтобы в случае, когда Западу необходимо будет договариваться с ним по энергетическим вопросам, выступать с позиции силы и напоминать, что уступки уже были. А значит, можно пойти и на последующий. Что касается энергетического шантажа как такового, то это весьма эффективное оружие Москвы. Ведь на самом деле Владимир Путин готовился к войне против Украины долгие годы. Но если не к такой масштабной войне, которая началась 24 февраля 2022 года, то по крайней мере к поглощению территории соседнего государства, к Блицкригу, к специальной операции. И для него было очень важно, чтобы Запад во время этой специальной операции против Украины, и кстати, почему только против Украины, ведь очевидно, что и другие бывшие советские республики сейчас находятся в центре внимания Владимира Путина, и должны быть присоединены к его государству против их воли. И после той победы над Украиной, которой так жаждет российский диктатор, и которой он добивается вопреки здравому смыслу и собственным военным и экономическим возможностям. Запад в этой ситуации должен был быть в полной энергетической зависимости от Российской Федерации. Именно поэтому и создавались все обходные маршруты газопроводов, которые как идея появились как раз тогда, когда Владимир Путин стал президентом Российской Федерации, а верная ему команда во главе с Алексеем Миллером получила контроль над «Газпромом», оттеснив от руля компании ее создателей. Именно тогда Путин и отдал распоряжение создавать обходные газопроводы. Было сразу несколько целей. Первое – лишить по возможности Украину статуса транзитера российского сырья. И таким образом увеличить возможности для давления на украинское политическое руководство. А также минимизировать риски в случае военных действий на украинской территории. Ведь даже если украинская газотранспортная система в случае этих военных действий была бы повреждена, у России оставались бы технологические возможности для поставки газа по обходным маршрутам. И не случайно украинские эксперты и политики всегда говорили, что как только будет окончательно достроен последний газопровод, который позволит России иметь технологические возможности для поставки газа в обход украинской газотранспортной системе, в Восточной Европе сразу же, незамедлительно начнется большая война. В Европе эти заявления всегда воспринимались с очень большой долей скептицизма. Но жизнь показала, что те, кто предупреждал о возможности такой войны, были правы. Как только был достроен до конца Северный поток-1, как только появилась техническая возможность для доставки всего объема российского газа в обход украинской газотранспортной системы, Путин и начал агрессию против соседнего государства, не дожидаясь даже сертификации Северного потока-1. Так что тут ситуация выглядит достаточно очевидной, как мне кажется. Ну и понятно, что другой целью была энергетическая зависимость все стран Европейского Союза от России. Чтобы эти страны не имели возможности помогать жертвам российской агрессии. Чтобы они были вынуждены договариваться с Российской Федерацией о поставках газа, понимая, что в противном случае их ждет энергетическая катастрофа и холодная зима. Пока что этот рычаг давления не сработал. Европейские страны оказывают действенную военную поддержку. Украине эта поддержка не прекращается. Практически во всех европейских странах большая часть граждан уверена в том, что Россия является агрессором и Украине нужно помогать в ее противостоянии российских амбиций. В европейских странах политики, которые поддерживают связи с Москвой, такие как Герхард Т. Шрёдер оказались полными маргиналами, которые фактически исчезли из политической и общественной жизни своих государств. Можно сказать, что шредеризация, которой успешно занимался Владимир Путин последние десятилетия, наконец-то прекратилась. Но все это пока. Ведь если Россия действительно прекратит поставки газа в страны Европейского Союза еще до того периода, как европейским странам удастся отвязаться от энергетической зависимости от Москвы, это может привести к серьезнейшим экономическим последствиям. Не просто для государств, а для каждого конкретного европейца. И возникает вопрос, как люди будут реагировать на эти энергетические и экономические последствия. На потерю работы, на температуру воздуха в квартирах во время холодной зимы, на повышение цен, на инфляцию. И все это после того, как экономика стран-членов Европейского Союза получила серьезные травмы во время пандемии. Только сейчас начала наконец-то восстанавливаться. Не усилятся ли позиции тех политиков, которые будут говорить, что с Россией нужно договариваться, а Украине нужно помогать скорее морально. Потому что поставки оружия этой стране только затягивают прекращение войны и увеличивают страдания даже не самих украинцев, а европейцев. И вполне возможно, что сейчас Россия все же не пойдет на полную остановку поставок своего газа в европейские страны. Вполне возможно, что сейчас со стороны Владимира Путина и его окружение это лишь предупредительный выстрел в сторону Европы. Но я совершенно не исключаю, что уже в ближайшее время российское руководство решит, что энергетический шантаж может быть настоящим и действенным оружием в борьбе с западной поддержкой Украины. И тогда мы действительно будем говорить с вами о холодной зиме. Спасибо, друзья. Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на него, подписывайтесь на мои социальные сети, на канал в Патреоне, который помогает нам развивать эти проекты. Пользуйтесь функцией спонсорства в самом YouTube. Мира вам!